Новое радио Друзья, это шоу Девчат, волна 95.5 FM У нас в гостях Шуира Пулатова И вот, дорогая Шуира Мы проанализировали в целом Все о вас Вот, с девчатами собрали несколько мифов о вас Вот И слушайте, что тут Оказывается Оказывается Шуира Пулатова специально говорит на русском С английским говором Это вот три топовых мифов о Шуире Пулатовой Что вы скажете на этот счет? Я вообще в шоке Какое возможно, ребят? Это же не топ Это не правда О, мой Бог Второй миф Шуира нарочно пишет с ошибками Диэты мемс Это вот оттуда Я просто понимаю Скажите честно, Шуира, у вас договоренность какая-то Именно с этой группой Диэты мемс Скажите честно, кто эти люди знает Я думаю, что это вот человек из этого круга, который всех знает Вот прям в курсе всего, что происходит Поэтому он прям всегда такую актуалочку выдает А насчет того, что Шуира пишет с ошибками Я, если честно, думала, что это тактика, которую Шуира приняла со Старбакса Они же специально писали имена с ошибками Чтобы люди добавляли к себе И такие опять написали с ошибкой Вот этот репост, репост, отметки Я думала Шуира тоже такая Я напишу Это же реклама, да, тоже своего рода Да-да-да Короче, вы к этому относитесь Вы нормально к этому относитесь, да? Вы знаете, всегда, когда они публикуют какие-то видео со мной Я очень адекватна Но один раз недавно, когда я была в Турции Они опубликовали такой сториз, которая была И моя мама почему-то это увидела И она мне отправила, она говорит Шуира, ну что это такое опять? И я такая написала им Я говорю, ребят, будьте добры, пожалуйста, уберите это сториз Но там оно было немножечко такое Как вам мягко сказать, развратное И они такие Да, Шуира, без проблем, извините Мы думали сначала спросить вас Но что-то мы не спросили Извините, если мы вас обидели Очень лаконично Очень дипломатичные люди У которых элементарно такая страница Неожиданно, да? Да, потому что Мне нравится, хорошо Прости Но вот что прикольно Потому что некоторые блогеры Про которых они делают какие-то видео Они сами под этими же видео Какие-то реакции ставят Поэтому я удивлялась Мол, ну, слушайте, ребят У вас хорошая самоирония получается Да, да, это самоирония Вы нормально относитесь к этому Да, 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 абсолютно И вот третий миф Шуира Пулатова никогда не платит деньги за услуги За услуги? Вы знаете, это правда Отчасти Так как я блогер Очень часто меня, например, обслуживают бесплатно Потому что они меня просят, чтобы я их порекламировала Да, отчасти это правда Не, но в кафе и в заведениях я плачу К сожалению Нет, я помню, Шуира, когда мы были на съемках один раз Вы говорили о том, что как вас раздражают Когда заведения подходят Или же вам пишут насчет того, что можете сделать нам рекламу по бартеру И вы сказали Это что вообще за неуважение такое? Блогер может заплатить за свою еду Там это уже давно устарело Ну, когда это постоянно, конечно, это немножечко раздражает И обесценивает твой твой А если это не за сторис, а просто зайди, покушай бесплатно, то нормально, да? Вы знаете Почему бы и нет? Если они это не скажут Если они это сделают То я и мне там реально понравится То конечно же Да, конечно же Вообще сложно жить, да, наверное, будучи блогером Потому что если тебе что-то приносят просто так То ты уже понимаешь Что на подсознательном уровне человек рассчитывает на какую-то рекламу И если ты выйдешь просто так, ничего не сделаешь Они будут думать, что ты просто плохой человек Да, честно говоря Вы предупреждаете, что вот, допустим, ребят, ну этого не надо Если вы хотите от меня сейчас рекламы, этого не будет Или как? Ну, раньше как-то, знаете, я, да, я прям все так близко к сердцу воспринимала Сейчас я просто на изи Хочу-сделаю, хочу-не сделаю То есть все очень легко и просто Если вкусно, нормально Если не вкусно Конечно А то, что, смотрите, вы же сказали, что налоги еще платите Да А за всеми блогерами следят Вы многим людям делаете бесплатную рекламу Получается, вы делаете бесплатную рекламу Еще и платите сами за это, да? Вы знаете, не, ну там тоже как бы не совсем прям неадекватные люди А эти люди тоже понимают, за что я получаю деньги, за что нет То есть пока, благо, никаких проблем не возникало Насчет косметологии я, наверное, сейчас, если в месяце 4, да, недели То, наверное, 3-4 3-4 раз, это раз в неделю Да Да, да, такое есть Насчет финансовой составляющей Очень часто, да, верно, я не плачу Потому что я пользуюсь Но инъекции, потому что это идет расход материала Я на них плачу Иногда они бывают очень дорогостоящие Но это того стоит Естественно, мы вас видим Естественно Я смотрю просто, вот, у вас лицо блестит Дабы не сглазить, можно постучать? Это дерево, то давайте все постучим Супер Если вы хотите не только нас слышать, но и увидеть Заходим в инстаграм Пишем в поисковике шо-шо-тайм Подписываемся Сторим Сторим Смотрим Смотрим сейчас прямой эфир И остаемся с нами на одной волне Мне вот очень интересно, с чего начинала Шоира Пулатова А вот в какой момент вы решили, что я хочу быть блогером Я хочу вот заниматься именно этим Уделять этому время Потому что блогер — это профессия Которую нужно уделять очень большое время Вот как вы решили, что вы хотите заниматься именно этим? Девочки, так же, как и все, я начинала это просто как любитель для интереса Был такой момент, когда я уже прекратила работать на официальной работе И моя сестренка, она, ну, естественно, она младше меня И она очень следит за трендами и тенденциями И она меня часто к этому подталкивала И говорила, что А ты знаешь, что блогер — это уже профессия И вот, например, там в России, в Америке, условно говоря Там на этом зарабатывают деньги Но даже я как бы не верила в это Я говорила, да что за глупость Но когда я начала действительно уделять этому много времени Сил и прикладывая творческий подход Я увидела, что действительно в этом что-то есть И можно на этом зарабатывать А чтобы не стать нелепым трендом в ТикТоке Шо Ира нам сегодня в этом поможет Территория красоты рубрика — это шоу «Девчат» Это специальная рубрика, подобранная под шоиру Так что именно к шоире вопросы Да, мы хотим узнать у шоиры топ-3 совета по уходу за кожей Это я люблю сейчас Да, у нас территория красоты Вы на данный момент олицетворение красоты Вы сидите напротив с этой гладкой кожи, раздражаете Расскажите секрет, пожалуйста Самый главный секрет — никогда, никогда не выходить из дома Без нанесения SPF, крема с SPF Мы живем в очень солнечной стране Зимой, летом всегда нужно пользоваться SPF Никогда, ни при каких обстоятельствах не ложитесь с мейкапом То есть всегда нужно смыть мейкап специальным средством Не мылом, девочки Мицеллярная вода? Нет, мицеллярная Выбрасывайте свои мицеллярки Это все фигня полная Нужно покупать именно что-то, вот пену какую-то Умывашку Да, да И потом третье Так, третье Вы знаете, я могу столько вам советов дать Если у вас есть какие-то Надо было 1500 советов от Шои Рукладовой, да? Если у вас есть какие-то высыпания То можно принять витамин А Курс в один месяц В день одна капсула Или 40 капель жидкого витамина А Блин, я, короче, как врач Вы можете дальше перечислять? Да, да, да Тоже считается Именно вот летом Летом, чтобы вот советы какие-нибудь То, что я вам говорю, это на самом деле все сезоны Увлажнение кожи перед сном обязательно нужно Помимо всяких там сывороток Нужно обязательно опять же увлажнять кожу Если вы не увлажняете кожу То у вас быстро появляются морщинки, девочки Обязательно увлажняем Потом ретинол С 25 лет мы обязательно Каждая из нас должны Пользоваться либо кремом Либо сывороткой В составе которой есть ретинол Это прям супер-супер вещь Отлично Спасибо большое, Шоира Думаю, нашим слушателям эти советы будут очень полезны Это да Но я надеюсь, что Фаридо это все записала сейчас, да? На самом деле Надеюсь, что Шоира у нас И не первый, и не последний раз На следующий раз обязательно 1500 советов красоты От Шо Шо Тайм И это я вообще уверена Что мы книгу одну просто здесь напишем Это будет круто Мы же договорились, девочки Просто мы отвлеклись Было так много вопросов от подписчиков Шоиры Что мы отвлеклись, да, от нашего эфира Но все, мы уже тут Мы уже на волне 95.5 FM Так что если у вас, конечно, есть вопросы еще и к ведущим Пишите нам на номера телеграмма Спасибо, Сафонов Итак, Шоира, так как мы вас представили нашим слушателям Как еще и ивент-менеджер Скажите, пожалуйста, про мероприятия В целом, как вы это все организовываете? Как вы пришли к тому, что у вас это получается? Бег от нас получается у вас Непременно это новая часть моего амплуа И мне это очень нравится Я очень долго работала в гостиничном бизнесе Где я занималась непосредственно организацией мероприятий От А до Я Я очень-очень любила эту часть своей работы И когда я ушла с отеля Я очень, знаете, скучала именно по вот этому аспекту И все началось с того, что я проводила мероприятия для блогеров Очень такие мини-классные душевные мероприятия В разных заведениях И потом как-то это все переросло в предпринимательскую деятельность Ну, классно, когда ты зарабатываешь, на этом еще и тебе это приносит удовольствие Вы также для девушек, да, отдельные какие-то мероприятия организовывали? Это мое любимое, честно Ой, дорогие мои, вы знаете, я так сейчас боюсь что-то вам сказать Почему? Потому что у меня должно было быть детское мероприятие Но, к сожалению, из-за того, что мы не смогли прийти к общему знаменателю С тем местом, где я должна была провести Пришлось мне отложить это мероприятие Женское у меня планируется, но, к сожалению, оно будет закрыто И оно очень маленькое Это промо-мероприятие для одного заведения То есть оно не будет открыто для всех, к сожалению Но вы не будете сейчас анонсировать, да, не хотите, так как это еще не точно? Нет, сейчас уже вообще я не хочу ничего анонсировать Безусловно, что-то будет, но пока что я не знаю, когда Поэтому вам нужно подписаться на меня и следить за новостями Смотрите, Шойра, так как мы узнали уже, сколько вам лет Об этом можно сейчас в эфире говорить? Да, вообще я не комплексую, господи, конечно Хорошо, потому что вот у мужчин стереотипы есть о том, что женщины скрывают свой возраст Неприлично спрашивать про то, сколько они весят, сколько им лет Сколько вам лет, Шойра? Мне 31, я вешу 55 Вот это не надо было говорить, вот это уже лишнее Потому что не надо было Я последний раз, когда увидела себя на весах, я очень сильно пожалела Ну я думала, что хотя бы 65, что ли Ну хотя бы меньше спортсменка Не, не много, но не настолько А какой видит себя Шойра через 5 лет? Я ненавижу этот вопрос, никогда, пожалуйста, не задавайте мне его Через 5 лет я вижу себя очень счастливой, очень успешной, очень красивой женщиной И я вам обещаю, что это так и будет Мы верим в то, что так и будет Мне нравятся вопросы, которые мы задаем Шуире Потому что это говорит о том, что у блогинга есть развитие В плане, когда человек хочет быть блогером Как думают, что нет какого-то определенного развития Просто сторисы снимать и все остальное А тут вы можете заниматься еще чем-то параллельно И заниматься этим хорошо Набирать аудиторию, набирать узнаваемость Вот я хочу узнать у Шуиры Есть пару советов для начинающих блогеров У нас, когда было мероприятие в GoWirely Нам часто ребята задавали вопросы из серии Как нам попасть в их тусовку Вот, например, если ты попадаешь в тусовку, где есть Шуира Где Ильхом, где Рафаэль Вот о чем говорила ранее Фарида Что когда тебя отмечают Аудитория вырастает Вырастает и узнаваемость Такая же узнаваемость была у Вики Когда Шуира часто делилась ее постами У нее аудитория очень часто вырастала Так и было с Шорухом Шоруха Инвест, кстати Тоже классный чувак Микроблогер Очень умный, интересный Обожаю, обожаю, обожаю Вот я хочу узнать пару советов Как попасть в этот круг Работать, узнавать Знаете, наверное, самый лучший совет Если вы когда-то меня увидите где-то Вам нужно будет подойти ко мне И поговорить со мной на эту тему Очень часто не помню Но вы можете ко мне подойти и сказать Я тоже хочу быть блогером Помогите Я всегда То есть вы за то, чтобы развивалась Да, именно эта сфера Очень сильно Я думаю, что за блогингом стоит очень большая сила То есть блогер, инфлюенсер имеет свое влияние на общество И формирует мнение людей Поэтому я очень хочу, чтобы современная молодежь Начинала это, не боялась этого Напишите мне, если вы хотите быть частью этой так называемой тусовки Почему бы и нет? Я только за Это возможно Классно Вы вот на битве блогеров увидели потенциалы? Есть они? Да, да, да Очень талантливые ребята Но почему-то Они, многие из них Видите, они не пошли потом в это направление Та же там девочка Насиба Которая первое место заняла Она не оправдала ожидания А девочка, которая Ну она там как бы вторая шла После нее Она больше Бонни Да, она больше этим занимается Но опять же Я вам скажу одну вещь Блогер привязан к тому месту Где он становится популярным То есть Бонни она переехала И вряд ли она сможет, к сожалению, быть популярной здесь То есть у нас есть привязка к месту Понятно, понятно Тема блогерам сложная Очень сложная, да, на самом деле Это не так легко, как кажется, действительно Потому что многие думают, что ты просто заходишь Пилишь Сторис Пилишь какой-то контент Непонятно что Они не понимают, что за этими текстами За теми же выводами шоиры Много-много труда кроется Поэтому, дорогие друзья Если есть среди вас желающие Кто хочет стать блогером Шоира сама заявила Она готова вам помочь Это совершенно бесплатно Мы давайте вместе с вами будем развивать Это все хороший контент Полезный Чтобы мы заходили, читали И не думали о том, что Боже мой, неужели В Таджикистане думают, что блогер Человек, который снимает в день По 20 вайнов несмешных Да, чтобы не было такого мнения Ну все Кстати, шоира, у вас есть любимые блогеры Таджикистане Которых вы прям любите Я люблю Рафаэля Гулова Рафаэль, если ты это слушаешь Я тебя люблю Я знаю, что ты меня тоже любишь Я его обожаю А мы любим своих радиослушателей Время у нас уже 18.49 Давайте мы с вами послушаем музыку одну Потом вернемся к эфиру Вас, шоира, попросим Сделать несколько выводов сейчас Потому что мы хотим, чтобы выводы Исходили именно из того, что здесь происходит У нас в студии То есть не обобщенно Да, да, да Воскресенье, да, у вас выводы? Да Или в субботу вы делаете? Друзья, воскресенье Воскресенье, да Это уже отдельно Но вот отдельно Исходя из того, что в студии было сегодня Выводы что, были? Три Хотя бы три Нас же трое тут Да, да, да Девчата здесь еще Так что не радуйтесь Мы далеко не собираемся уходить Под конец Как мы и попросили шоиру сделать выводы Они у вас уже готовы? Шоира забыла по ходу Да, мы ее отвлекли Да Хорошо На ходу это можно будет сделать? Фристайл Это как тиктоки снимать Или нет? Когда четыре девушки Собираются вместе То веселье гарантированно Как такое? Первый вывод, второй Так Женщины могут говорить о красоте бесконечно Это точно Это да Это точно И третье Тема замужества Тема возраста Тема отношений Очень острая в нашем обществе Сказали мы Спасибо большое, шоира Да, спасибо вам на самом деле большое Вот Изначально, наверное, надо было нам сначала самим С шоирой поговорить, да И вообще спросить Что бы вы хотели обсудить? Да, да, да О чем вам есть рассказать слушателям? Чем вы хотите поделиться? Что, а джагон чизайский голум И ходит мудать ягдах ха Да Ну, потому что, к сожалению, тема была плана Нет, вы знаете, на самом деле По-моему, мы покрыли все Мы и о работе поговорили И о досуге И о блогерстве И обо всем И о красоте Все успели сделать И советы были И выводы были Возраст замужества И мифы были Отлично Спасибо большое Тогда вам еще раз, шоира Конечно Мы надеемся, что это не последняя встреча На радио И в целом Вот Мероприятие мы шават, Банастике Какое мероприятие? Шувира А, да, да, да Но анонсов не было Опять-таки, поэтому Классно Этот час прошел просто великолепно Надеюсь, нашим слушателям было так же интересно, как и нам Вы провели очень очумелый час с нами Потому что девочки старались для вас Я еще раз благодарю шоиру за то, что она пришла Спасибо большое Видеть вас, общаться Это прям удовольствие для всех И для слушателей в том числе Да Мне было приятно Спасибо вам большое Спасибо большое Ну что ж, на этом прощаемся, друзья Мы с вами услышимся В следующий четверг 17.00 Ждите нас У нас будет другой гость Но мы пока не знаем Кто это будет Кто согласится вообще с нами Да, тут сидите в эфире Всем пока, друзья Давайте вместе попрощаемся тогда Пока-пока Спасибо большое Бошу-могу даймфарида Хубон гандинова шоу-шоу-тайм Булатова, да Новое радио Новое радио Новое радио